Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов, но не долго. Буквально через 20 секунд я передам слово Даши Фокиной, веб-аналитику ОВД-Инфо и она откроет для вас чудесный мир Airtable. Лучшего, наверное, на данный момент приложения для работы с базами данных вне программистской среды. Расскажу, как такое случилось. Кристина, администратор Art Dogfest попросила у меня больше уроков по Airtable, которым они там активно пользуются. В свое время я сделал парочку уроков в свойственной мне манере. Это сюда, это сюда, а дальше разберемся. Я понял, что если буду делать курс, то он будет в той же манере. То есть я впихну в него все, что только возможно. Поэтому я попросил сделать курс Дашу и сделать его спокойно, размеренно и вдумчиво. Даша? Да, Вова, привет! И приветствую всех зрителей канала Теплица социальных технологий. И не только зрителей канала, но и всех, кто будет смотреть этот курс. Отдельно Кристину, с которой я, к сожалению, не знакома. Airtable можно назвать самой дружелюбной для пользователя базой данных. У нее приятный и во многом интуитивно понятный интерфейс. Если вы сейчас используете в своей организации моря таблиц Excel, путаетесь в них, теряете их и часто находите две одинаковые по смыслу таблицы с разным содержанием, не понимая, которые из них актуальны. Переход на базы данных – это для вас уже must-have. Базы данных позволят держать все данные под строгим контролем, с минимальными усилиями с вашей стороны. Продумав однажды качественную структуру базы данных, вы будете пользоваться ей, как и всякой хорошей инфраструктурой, долгое время, даже ее не замечая. Нашу компанию можно с уверенностью назвать амбассадорами Airtable в России. Мы рассказываем про Airtable неспроста, а от большой и искренней любви. К достоинствам этого программного продукта можно отнести дружелюбный интерфейс, недоступный большинству баз данных, подробнейший тьюториал, созданный разработчиками с огромной любовью к пользователям. Разделение рабочих зон при одновременной работе с данными несколькими сотрудниками. Например, если вы фильтруете таблицу Excel, все зашедшие в нее пользователи будут видеть только те данные, что удовлетворяют вашему фильтру. В базах данных такое исключено, каждый видит то, что его интересует. Синхронизацию данных, которая избавит вас от потаницы в таблицах дубля. Если список сотрудников у вас хранится в двух разных таблицах, то какая из них актуальна? Которую нужно обновить при появлении нового человека? Кто будет ее обновлять? А если он забудет? Синхронизация в базах данных хороша тем, что мы можем создавать неограниченное число копий таблицы, если нам это нужно. Но они все будут иметь единый источник, в котором и будут обновляться данные. На мой взгляд, это самое очевидное достоинство продукта, которое нам предстоит изучить во время курса. Остальное же вы сами скоро начнете подмечать индивидуально для себя. Вообще, базы данных — это такая универсальная вещь, как пластилин. Вы можете из нее вылепить любую модель хранения данных, удовлетворяющую нуждам именно вашей организации. Мы разберем буквально каждую кнопку интерфейса для того, чтобы вы уже завтра смогли перенести все свои рабочие таблицы в базу данных. Итак, впереди нас ждет разбор структуры баз данных в Airtable. Мы узнаем, как организовать рабочее пространство, как лучше разделить данные по таблицам, узнаем о свойствах баз, таблиц, атрибутов и записей. Далее нас ждет подробное ознакомление с типами данных. Готовы поспорить, что такого количества типов данных вы ранее не встречали. Буквально для каждой единицы информации найдется свой идеальный тип. Текст, форматированный текст, числа, валюты, проценты, даты, дата со временем, выпадающие списки и многое другое. Мы не обойдем своим вниманием ни одного. И главный, король всех типов – внешние ключи. Внешний ключ – это ссылка на первичный ключ другой таблицы, позволяющий связывать две таблицы между собой. Понятно, что в таблицах нужно хранить котлеты отдельно, мух отдельно, но разрозненные таблицы обязательно будут соприкасаться друг с другом, потому что ваша организация – это единая система. Итак, предположим, что у нас есть таблица с сотрудниками. Можно создать в ней столбик отдел и написать там бухгалтерия, краудфандинг, волонтеры и прочее. А можно создать таблицу отделов и перечислить там все отделы нашей организации. У таблицы отделов будет свой первичный ключ. И в столбец отдела таблицы сотрудников лучше не прописывать отделы вручную, а вставлять ссылку на таблицу отделов. Это тот самый внешний ключ. Почему лучше? Да потому что так мы сможем в таблице отделов не только видеть все данные, сотрудников, работающих в них, но и выполнять вычислительные операции. Например, подсчитывать, сколько средств уходит на обеспечение операционной деятельности каждого отдела, вытаскивая данные о зарплатах сотрудников из таблицы сотрудники. Затем мы научимся работать с выборками данных. Базы данных имеют свойство расти, как ввысь, так и в ширину. Количество строк таблицы неизбежно увеличивается, это очевидно. Но, возможно, менее очевидно, что и от роста столбцов никуда не деться. Поэтому для каждой задачи сотруднику удобно создавать для себя выборки данных. Выборки формируются при помощи скрытия столбцов, чтобы уменьшить таблицу в ширину, фильтров, чтобы уменьшить таблицу в высоту, сортировки, чтобы увидеть записи в необходимом для вас порядке и группировки, чтобы разбить записи на группы по тому или иному признаку. Также нам предстоит научиться создавать формы для получения информации буквально от кого угодно. Думаю, логика создания форм вам понятна, потому что с Google формами хотя бы раз в жизни имел дело каждый. Мне, как евангелисту Airtable, формы Airtable нравятся гораздо больше, потому что над дизайном своего продукта они явно потрудились куда больше, чем создатели Google форм. А еще форму Airtable можно красиво заимбедить, то есть строить ваш сайт с минимальными усилиями с вашей стороны. Когда вы создадите форму, Airtable даст вам кусок кода, который разработчик отобразит на фронте вашего сайта. Таким образом, если у вас фонд помощи людям с инвалидностью, вы на ваш сайт встраиваете форму. Человек, нуждающийся в помощи, заполняет форму прямо на сайте. Вам мгновенно прилетают уведомления в почту, и вы узнаете о новой заявке. Кстати, уведомления из Airtable можно с легкостью отправлять в Slack. Для этого в Slack есть расширение. Пожалуй, вкратце это все, что нам предстоит узнать из ближайших 11 уроков. Не отключайтесь, следите за анонсами. Будет интересно!